Так, запись пошла. Так, когда у нас там был последний видос? И это 7 месяцев назад, а предыдущий. 10. Класс, 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 класс. Почти полгода назад последний видос и тот старый. Я надеюсь, вы пережили эту эпидемию. Да? Потому что мертвые подписчики вообще-то не очень нужны, которые не смотрят. Ладно. Шуточки на грани. За это время многое изменилось. Я куда-то смотрю вообще, блядь, надо смотреть в камеру. Забыл куда смотреть. За это время многое изменилось. Я отрастил волосы, живот, количество подписчиков в инстаграме и я перешел с пиратской версии фотошопа на лицензию. Если первые три пункта вообще-то всем должны быть, да, пофигу, то про пиратку и про лицензию думаю, многим будет интересно. Кто-то скажет, ууу, да ты пользовался пираткой, я вообще с первых дней на лицензии, фуу. Кто-то же скажет наоборот, идиот, зачем платить, когда можно получить бесплатно. Вот давайте по пунктам разбираться, действительно нужно ли платить, в чем различие. Погнали. Сначала отвечу вообще, почему перешел сам. Зачем? Ну, потому что совестно пользоваться пиратской версией, когда по факту я зарабатываю на этой программе. Да. Другой вопрос, почему только сейчас? Тут посложнее. Сперва я был на ноутбуке, был на ноутбуке. Сперва я пользовался ноутбуком, который не вытягивал новые версии фотошопа, и поэтому платить за фотошоп и при этом пользоваться старой версией, ну, такое себе, мне не очень это хотелось. Поэтому я думал, перейду на новый компьютер, мощный, буду платить. Перешел и нет, потому что коронавирус и вообще за жопу денег. Вот, остался на пиратке. Довольно-таки долго. В этом году решил, все, хватит. Очень некрасив. Есть ли вообще разница? В моем случае практически нет. Она минимальная, но многим мне писали, что разница есть, что ты не понимаешь. Давайте вот здесь вот остановимся. В чем же разница? Самых азов. Если вы еще не имеете никакой версии фотошопа или Lightroom, то для вас процесс установки будет, конечно же, сильно различаться, потому как лицензию установить никаких проблем нет. Оплатил, нажал кнопочку, вуаля, все готово. А вот если пиратку, то тут нужно постараться, нужно поискать те самые торрент-трекеры, все это прочее, установить там, заморачиваясь, что-то выключая, что-то не выключая и так далее. Люди с разным порогом пользованием ПК заходит в тему фотографии, в тему обработки и кому-то действительно сложно. Мне лично не было особых проблем поискать нормальную версию, установить ее там в один вечерочек, позаморачиваться, да, но зато потом пользоваться халявным фотошопом. Короче, не хотите заморачиваться? Лицензия. Есть возможность, желание, умение скачивать и устанавливать, обходя вот эти вот все препятствия. Пожалуйста. Второе. Это сам процесс пользования. Отличается ли он? На мой взгляд, нет. Вот, совсем нет, потому что если нормальную версию скачать откуда-нибудь из доступных мест, то в порядке все нормально, у меня не было вылетов, не было каких-то там лагов, а если какие-то ошибки и бывали у учеников или у меня, то когда ищешь, когда гуглишь, оказывается, что точно такие же ошибки бывают и у тех, у кого была лицензия. Так что нет. Хотя, опять же, может быть, это мне так повезло. Обновление. Да, уже упоминал о том, что есть у тебя лицензия, то все вовремя обновляется, все новые функции, фишечки и так далее сразу есть. И это прикольно, да, это удобно, безусловно, но в целом основа обработки она вот одинаковая, что в новой версии, что в старой версии Lightroom, Photoshop, практически все механики это одни и те же и новые фишки, которые добавляются, они либо просто ускоряют процесс, где-то просто небольшие новые функции в уже старых инструментах. Так что обновление это безусловно классно, здорово, но и без этого жить можно. интереснее другой момент, если у вас намечается покупка новой камеры, то скорее всего вы будете обновлять и Lightroom, Photoshop, потому что часто так бывает, что просто в базе старой программы нет чего-то, кодеков или чего, я плевать, не открывают они фотки с новых камер. Так что да, вот здесь опять же лицензия выигрывает, потому что ты не заморачиваешься, купил другую камеру или взял в аренду другую камеру и открываешь все фотографии одинаково. Следующий пункт это синхронизация, вот эта тема очень классная, мне это очень нравится, я множество раз так или иначе повторял о том, что обожаю, люблю мобильный Lightroom, тот, который вот у вас в айфоне, в андроиде, телефоне, все крутое, классное, все там очень лаконично, понятно, интуитивно, как по мне понятно, это круто, да. так вот, теперь, когда у вас есть, если она есть, лицензия, то вы можете одну фотографию начать обрабатывать, ну или несколько, на компе, вам куда-то приспичило уйти, вы в туалет, да, садитесь с телефона и сразу продолжаете обработку тех же самых фотографий, потому что можно делать синхронизацию через облачные возможности, такие дела, все довольно-таки прикольно. Есть небольшой минус, та версия Lightroom на ПК, которую, через который вы будете синхронизировать и обрабатывать одни фотографии, она немножко урезана, есть просто Lightroom, про ПК имею ввиду, да, вы загрузили туда любую фоточку и прям, ну буквально через пару секунд открываете на телефоне, все на месте, эта фотография есть, продолжаешь ее обрабатывать, это офигенно, но опять же, просто Lightroom немножечко урезанный, там нет камеры калибрэйшн, там нет еще каких-то функций, чуть-чуть интерфейс другой, но не принципиально, короче, вот чуть-чуть вот прям вот это, и в итоге я всегда пользуюсь Lightroom Classic, потому что люблю вот этот блок камеры калибрэйшн, покрутить каналы и синхронизация по итогу для меня ну весьма вторичная вещь, а печально, а обидно, а очень даже и непонятно, почему так сделали, почему нельзя было сделать нормальное, зачем нужны две программы, что Adobe творит. Да, синхронизация, облачное хранилище и вот это вот все, если у вас лицензия, то Adobe вам предоставляет место в облачном хранилище, в облачном диске, по моей вариации подписки, если я не ошибаюсь, это 20 гигов, что в принципе нормально и приятно, лишние 20 гигов для хранения чего-либо, для отправки клиентов, вот почему бы и нет, даже издоро. Хотя, опять же, я не пользуюсь, потому что у меня есть безграничное облачное хранилище на сайте, я про это как-то, по-моему, рассказывал у себя в инстаграме, если интересно, почему и как это делается, пишите в комментариях, расскажу в следующих видосах. Обучение. Это прикольный пункт, я его не ожидал, но он есть. Если вы оплачиваете лицензию, то вы можете зайти, что в мобильной версии Lightroom, что в ПК, в раздел обучения, и там есть либо какие-то короткие уроки, и не только, кстати, по Photoshop Lightroom, там и по премьеру, и по прочим программам от Adobe, и есть прикольная штука, вы можете посмотреть, как другой человек поэтапно обрабатывал ту или иную фотографию, более того, взять его настройки, его пресет, его стиль, и к себе сохранить Lightroom. Это реально прикольно, я не ожидал, мне это нравится. Я пока, честно скажу, не заморачивался особо, не смотрел там, что вообще не пользовался, можно так сказать. Чисто глянул, как по мне, просто интересно. Если вы начинаете только изучать обработку, то я думаю, вы там что-нибудь выцепите для себя интересно. По поводу мобильной версии. Следующий пункт это полный функционал. Опять же, если вы оплатили лицензию, в мобильной версии все блоки теперь становятся открытыми, если вы пользовались, по крайней мере, на айфоне, так, не знаю, как на андроиде. Вообще, тут нужно сказать, что Adobe молодцы, они сделали реально бесплатный доступ к Lightroom на телефоне, к крутой программе, приложению, с довольно-таки широким функционалом. То, чего там нету в бесплатной версии, ну и не сильно это важно. Я раньше, пользовался и довольствовался, и не нужен был платный, но раз уж теперь я оплачиваю, то, ну, хорошо, спасибо. Тем не менее, прикольно. Это вот еще одно отличие. Простой, но если тут нужно пояснить, потому что я не знаю, как это делают некоторые, но почему-то, когда им говоришь, да просто оплати лицензию, если ты не хочешь заморачиваться с установкой, просто оплати лицензию, установи. Присылают скриншоты, где за один только фотошоп, там, 1900, сколько ни рублей, то есть около 2000 рублей только за один фотошоп. Там есть нормальный пакет, по-моему, так и называется, фотография, чуть ли не на главной странице, типа, воспользуйся фотошопом, 598 рублей в месяц. Открывайте этот вариант, и Lightroom, и фотошоп вам становятся доступными. Даже на самом деле еще другие программы, не будем сейчас углубляться. 598 рублей это, по-моему, первые полгода или год, потом там что-то около 790, короче, 800 рублей, но это потом, пока вот такая штука. Актуальная информация на, что у нас, апрель 21 года, апрель 21, да. если суммировать, то получается, в целом, если вы не хотите платить, то бог вам судья, а если его нет. Короче, как хотите, реально, можно пользоваться ломаной версией, я не могу вас к этому склонять, потому что, ну, мало ли, когда мы еще вдруг законтачиваться с Adobe, ну, не знаю, но и прям говорить, что вот, давайте, переходите на лицензию, я тоже не буду, я сам, обестыжая такая, морда, много времени пользовался ломанными версиями, так что, круто, если у вас есть возможность перейти на лицензию, все-таки это такой же инструмент, вы же не воруете, камеры, объективы, для того, чтобы снимать на них, вы же как-то понимаете, что за это нужно платить, ну, вот, по идее, хорошо бы платить и за программы, которые вы, в общем-то, тоже используете для заработка, если вы коммерческий фотограф, разумеется, ну, а добавить небольшую стоимость к своим съемкам, если вы делаете, не знаю, даже 5 съемок в месяц, это почти 100 рублей к каждой съемке добавить, вот и все, я понимаю тех, кто в начале пути, да, прям вот, буквально только, вот, решил попробовать себя в этом теле, и 7 дней бесплатных от Adobe, ну, это такое, вы не то, что ничего не научитесь ничему, вы, скорее всего, ничего не поймете в этой программе самостоятельно, по крайней мере, реально, ну, ни Lightroom, ни Photoshop за 7 дней изучить более-менее нормальное, очень сложно, просто ознакомиться, что есть эта программа, да, но не более того, поэтому, в этом отношении, какое-то время, ну, там, типа, условно, 3 месяца, 2 месяца, если вы на нормальном курсе обучаетесь, то вы можете действительно многому научиться, понять для себя, да, я буду этим заниматься полноценно, и переходить, например, уже на лицензию, да и, в принципе, плевать, можно попробовать, поплатить 2 месяца, пока вы учитесь, тоже вариант, позволяет, если финанс, платите, посмотрели, пообучались, не понравилось, отменили подписку, вообще проблем никаких нет, это не какой-нибудь там левая компания, придурочные игры, где вам там что-нибудь скрытно будут, блин, подсписывать, нет, все нормально, сказали, больше не хочу, Adobe вас отписывают, никаких сложностей, ну, а как вы, пользуетесь ли вы ломаной версией, может быть, у вас лицензия, как давно вы на лицензии, и пишите, может быть, я что-то упустил, каких-то различий не заметил, между пираткой лицензии, а теперь часть для тех, кто досматривает до конца, для старых, наверное, зрителей, я действительно надолго пропал, стыдно, вот, и я надеюсь, не буду обещать, что получится более регулярно выпускать видосы, скорее всего, они будут более простенькие, потому что в предыдущие разы, когда я надолго пропадал, это было связано с тем, что такое, типа, так, блин, надо прямо поточить сценарий очень сильно, нужно будет сделать такие съемки, нужно будет там сложный монтаж, например, так было с видео, которое еще пока нет на канале, не знаю, появится ли, про разбор, анализ фильма, его визуальной составляющей, и я реально заморочился, я написал большой сценарий, как для меня это прорыв был, я сделал большую работу, мне понравилось сценарий, а вот монтаж для всего этого дела, я не подтянул даже в мыслях, он чертовски сложно был, и поэтому я его откладывал, и думал, что нет, ну я вернусь, конечно же, к каналу, вот этот видос, он классный, он должен быть мощный, и вот во что это превратилось, по сути, в 10 месяцев, я надеюсь, что все-таки главное, это реальная инфа, а не ее форма, а главное содержание, все, давайте, я тут заболтался, всем спасибо, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите в комментариях, может быть, скучали, пока.